И вообще о своей жизни и о философии немножко жизни люблю эту тему, поэтому поделюсь с вами. Скажите, слайд сейчас видно, все нормально? Так, слайда нет. Так, сейчас я его вот так, а вот так. Сейчас, 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 все демонстрирую. Да, есть слайд, да? Все, видно. Спасибо, вот кто сделал мне такую картинку. Не знаю, кто это из девочек, состоящих, наверное, директоров. Очень благодарна, просто была так поражена вчера вечером. Действительно, очень красивая картиночка. Вот, спасибо большое. И, друзья, если там с лидеров, кто у нас есть, пожалуйста, поставьте запись, потому что боюсь ставить, чтобы было все хорошо у нас с комнатой. Все, хорошо, друзья. У многих есть слайд, у кого нет слайда, перезайдите. Попробуйте перезайти с другого браузера. Вот, итак, меня зовут Марина Абрыкайло. Я сейчас нахожусь в открытом звании «Золотой директор». Но пока вам это ничего не говорит, скажем так, многим. Вот, дальше я вам больше подробно расскажу. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто у нас сегодня гости, кто еще с нами не в проекте, да? Кто вот просто, кого просто пригласили на встречу, послушать, что же мы здесь делаем. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Есть ли у нас такие люди? Есть, да? Много смотрю. Есть. Я вас поздравляю, потому что вы сделали самый первый, самый важный шаг. Он, скажу, самый тяжелый. Вот. Но то, что вы уже пришли на эту встречу, то, что вы делили сегодня свое время, спасибо вам. И сегодня я постараюсь вам все донести. Вот. Слушайте внимательно, слушайте каждое слово, потому что это очень важная и ценная информация. И есть ли у нас новички, кто с нами только недавно в проекте, да? Кто только недавно зарегистрировался, еще вот думает, да, начинать, не начинать, действовать, не действовать, да? Есть ли у нас такие? И такие у нас люди есть. Смотрю, плюсики летят, да? Есть у нас и такие новички. Я вас тоже поздравляю, потому что вы сделали второй правильный шаг, да? Вы уже присоединились. Мы присоединились к нашему проекту, и теперь уже осталось, скажем, дело за малым, обучиться, что надо делать. Вот. И тоже сегодня я немножко об этом расскажу. Итак, я хочу вам сделать анонс. Завтра в это же время, у нас каждый день в это же время проходит вот подобное мероприятие. Завтра у нас будет выступать Татьяна Арых, да, если ничего не поменялось. Вот. Поэтому, друзья, у нас не зарабатывает один человек. У нас зарабатывают уже тысячи людей. Поэтому вы каждый день можете просто ходить, и пока вы не развеете все свои сомнения, вы можете приходить в час по Киеву, в два по Москве и слушать наши встречи, и смотреть на тех людей, которых уже это получилось. Вот. Поэтому завтра тоже вас приглашаю на подобные мероприятия. Итак, наш план встречи, да, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вот. Первое – это знакомство. Дальше – этапы нашей жизни. Мы с вами помечтаем вместе. Дальше – как исполнить свои желания с проектом «Экспресс-карьера». Вы узнаете, откуда деньги в проекте, что необходимо делать, как проходит обучение. Дальше – моя история в проекте «До и после» и, внимание, бонус. То есть все, кто до конца встречи будет внимательно слушать, вот, все вы еще получите, да, бонус, ну, о котором я расскажу уже в конце. Итак, знакомимся. Меня зовут еще раз говорю Марина Абрыкайло. Я живу в городе Одесса, Украина. Сама по образованию я музыкант. Я закончила музыкальную академию, преподаватель музыки. Вот. Ну, и дальше я вам еще подробнее расскажу, почему я не связала свою жизнь напрямую с музыкой. Вот. На данный момент я мамочка в декрете, воспитываю двоих детей, вот, и по совместительству я интернет-предприниматель. Вот я вам показываю свой слайд. Видно, да, свидетельство интернет-предпринимателя. Так, звук есть, слайд есть, все хорошо. Итак, на данный момент я работаю в интернете исключительно. Вот. И как я это делаю, и что мы здесь делаем, сегодня я вам это и расскажу. И немножко позже, да, будет моя история. Вот. Давайте мы с вами сегодня поговорим о нашей жизни. Давайте мы вспомним себя. Я думаю, что у нас тоже есть здесь 18-летние, 25-летние. Если мы вспомним вот годы, когда только-только вот началась молодость, да, закончилось детство, вот, мы все полны энтузиазма. Мы думаем, что, боже, у нашей жизни вообще будет все просто здорово, будет просто все феерично. Мы очень такие, да, вот, например, ну, если парень, у него есть желание, то есть это такой период преданности своим желаниям. То есть мы верим, что все в нашей жизни будет ярко, хорошо, да, пока нам родители дают деньги, да, пока за нас там дают, скажем так, нам на обучение, нам на какое-то развлечение, вот. Мы уверены, что дальше все у нас будет здорово. Скажите, этот период, вот, кто помнит себя в детстве, да, вот, вспоминаем, давайте будем сегодня вспоминать, потому что сегодня я вас подведу к тому, к тому, да, возможности, к такой, которая очень многое может решить в вашей жизни, вот. Но надо нам понять, почему так происходит, почему мы забываем о своих желаниях. Вот вспомните в себя 18 лет. Ну, все мечтали, если девушки, да, все мечтали, что мы выйдем замуж, да, обязательно за, ну, не знаю, там, как за богатого, ну, хотя бы, да, что муж будет достойно обеспечивать семью. Было такое, да? Да, вот, дальше мы обязательно верили, что у нас будет классная квартира или шикарный дом, что у нас, ну, будет все просто в шоколаде, как говорится. Вот, и мы были в этом уверены. Дальше что происходит по жизни? Ну, например, да, вот этот возраст, он нам, как говорится, все по силам, да, там, гору сдвинешь просто. Вот, получается, что, например, если молодой человек, например, да, понравилась ему какая-то девушка, девушка ему отказала, он же не говорит, что, да, все, больше я не буду никакой девушке идти, не, да, ни на ком жениться. Он говорит, да, конечно, он там обиделся, но он дальше пробует, он, если ему девушка понравилась, он будет добиваться, он будет добиваться ее внимания, расположения, да, если нет, а другая, вот, да, чтобы завоевать ее внимание. Вот, поэтому этот возраст, это предано своим желаниям. И это очень правильно, потому что нам наши желания, наши мечты не даются просто так, нам они сразу даются с той энергией, которой мы можем эти желания осуществить. Вот, поэтому, да, вот этот возраст, он самый такой веселый, он самый беззаботный. Но что происходит дальше? Вот мы уже выучились, да, закончили, там, институт, училище, нам помогали родители, и уже приходит, да, период, когда нас выбрасывают с нашего, да, гнезда родительского, и уже надо становиться на свои ножки. Вот, многие заводят семьи, вот, многие, да, уже рожают детей, и здесь приходит уже период сомнений. Когда мы идем на работу, когда мы видим, что не хватает денег, когда мы видим, что уже не все так беззаботно, не все так здорово, как было раньше. Вот, в этот период, конечно, много и разводов, да, приходится, потому что обычно как, с чем сталкиваются молодые семьи, что нет где жить, а чтобы иметь вот это, да, жилье, вот эту необходимость, я даже не хочу говорить, что это мечта, это необходимость, вот, приходится, да, или снимать эти квартиры бесконечно, вот, ну, просто, да, или брать кредиты, которые, да, затягивают так сложно, что уже не знаешь, как выжить вообще. Вот, поэтому вот этот период, 25-35 лет, этот период сомнения, вот, у кого такое было, поставьте плюсики, да, если у кого-то такое было, вот, в 25-30 лет период сомнения, когда вы уже понимаете, что что-то, да, спасибо вам за обратную связь, что что-то не так, что уже вроде и как бы, и что, из-за того ли я мужа, да, замуж вышла, или та жена ли у меня, вот, и все так, и там виновата, работы нет, и правительство виновата, и все виноваты, то есть уже вот такое идет точка сомнения, вот, скандалы в семье, это, видя, дети, много развода, да, обычно вот до 10 лет, 8-9 лет, это такой первый кризис в семейной жизни, когда очень много разводов, именно не на почве, да, во-первых, еще не реализованность, нехватка денег, вот, потому что бывает, что как бы работа есть, но эта работа совсем не нравится, она вам, ну, вообще, да, просто выходите, да, из-за этих денег, потому что другого варианта нет, например, у вас, у нас сколько людей, у нас, да, работать не по специальности, я вам скажу, что, в принципе, богатые люди, люди, они не работают по специальности, они создают бизнес, поэтому, да, ну, нечего, как бы, да, от профессии ждать, что профессия нам даст какие-то большие очень доходы. Что дальше происходит? Дальше у нас, да, уже идет возраст 35-45 лет, здесь уже точка раздражения. Мы, да, приходим к этому возрасту, и, да, я говорю, смотрите, вот эти этапы жизни, там, ну, большинство людей, это, скажем так, 80% людей, конечно, есть исключения, есть люди, которые успешны, да, потому что у них там родители были успешные, какое-то наследство им оставили, но вот большинство людей проходят именно вот эти все этапы. Дальше происходит точка раздражения. Об этом ли я мечтал или я мечтала, да, мы понимаем, что, ну, что же, да, там, ну, плюс-минус, да, там может и в 30 лет начаться, да, плюс-минус, образно говоря, по возрасту, вот. И как-то уже, мы понимаем, уже втянулись в это все, но приходит вот такой момент, да, он может прийти в любом возрасте, что все, я больше не намерен это терпеть. Человечество делится на два лагеря, на тех, кто заново выбирает свой путь, и на всех остальных, да, это может происходить в любом возрасте, вот, у меня это, как-то, да, я не дошла до точки сомнения, потому что я узнала уже о вот таком бизнесе подобном где-то в 23 года, но вот я помню с себя свои ощущения, что я уже училась в консерватории, я понимала, что я теряю время, что вот я это делаю, я учусь, но я понимаю, что дальше мне моя профессия, она мне особо, ну, ничего не принесет, да, в финансовом эквавиленте. Поэтому, что происходит дальше? Здесь в этом вот такой, да, даже вот когда смотрела наши истории наших лидеров, тоже у многих, да, это или от 25 до 35 лет, вот такое прозрение происходит, да, вот, или немножко позже, вот, дальше, что происходит дальше? Мы здесь уже точно понимаем, что точно уже не за того замуж вышла, да, точно уже государство только виновата государство, только все плохо, только виноват президент, вот, в общем, ну, все виноваты, кроме меня, да, вот такой момент. И в этот период, да, многие решают что-то изменить в своей жизни, а многие просто остаются уже, да, так дальше, как есть, уже довольствуясь тем, что есть, даже, уже просто даже не мечтая ни о чем другом в своей жизни. Эх, что происходит, к сожалению, дальше 45 и дальше это безысходность, да, это безысходность, да, это безысходность, когда вот старость страшна не потому, что с наступлением ее прекращаются наши радости, а потому, что исчезают наши надежды. Это такой возраст, когда уже мы, этот возраст может наступить на самом деле в 25 лет, когда ты понимаешь, что все, да, многие люди оступаются, многие люди идут не по правильному пути, вот, ища радости в каких-то, так, да, скажем, не очень правильных поступках, вот, но стремлений нет, желаний нет, что может измениться, то есть уже, да, вот такая жизнь, вот такая правда, да, ну, никуда от нее не денешься, потому что это есть на самом деле, вот, остается наша пенсия, да, вот, и как хочешь на нее, так и выживай, я еще говорю, как бы в деревнях люди еще могут выжить, есть какой-то огород, вот, есть, можно, да, иметь какое-то свое хозяйство, вот, но просто надеяться на государство, на вот эти копейки, это просто очень, да, ужасно. Ну, друзья мои, у нас есть хорошая новость, вот, хорошая новость, что любой человек в любой момент и в любом возрасте может начать все менять, в любой момент, да, вот, поэтому это очень такая замечательная новость, что сегодня, да, вы узнаете об этой такой возможности, вот, и, да, если пока еще, слава Богу, да, вы не дошли до этого периода, до вот этого, да, старости, когда уже вообще и сил нету, потому что почему еще в старости тяжело, потому что уже не то здоровье, не те силы, не та энергия, когда можно что-то новое делать, когда можно, да, вообще как-то продвигаться в своей жизни, но есть такие люди, которые и в этом возрасте многому, да, много-много чего добиваются. Итак, вы можете все поменять в любой момент, это здорово, на самом деле. Государство вам такой возможности не предложит, к сожалению, государству не выгодно это, государству выгодно, да, чтобы вы многого не хотели, это на самом деле так, вот, и, да, не надо себя тешить иллюзиями, что там будет больше работ, будет больше дохода, на самом деле, да, это просто забирается ваше время, вот, и все равно, как бы, сценарий один, да, работая на кого-то, вот, государству не выгодно. Сейчас вы видите, у нас кризис, вот, 2015-2016, да, он затяжной будет, наверное, вот, но у нас, как бы, есть выход, но те люди, которые не рассмотрят, скажем так, возможность какую-то другую в своей жизни, да, будет не очень хорошо жить, потому что вы уже видите сейчас, что многих увольняют, да, бюджетники не нужны, да, вот, почему бюджетники не нужны, как бы, государство говорит, идите делайте что-то другое, нам не надо столько людей бюджетника, нам не надо сколько, да, да, просто насильно, да, заставляют принимать какие-то другие решения и искать какие-то другие возможности. Ну, у нас для вас есть подарок, этот подарок, этот проект «Экспресс-карьера». И сейчас я дальше буду рассказывать об этом проекте, и я думаю, что, вы знаете, в принципе, все, что я даже расскажу по финансам, да, как это все начисляется, как это все происходит, вот, это не настолько важно, да, мне важно, если у вас мечты, что вы хотите в своей жизни, скажите, пожалуйста, вы представьте, что изменится в вашей жизни, если у вас будет дополнительная тысяча долларов ежемесячного дохода и свободное время, пожалуйста, поделитесь, что бы вы сделали, если бы сейчас уже на данный момент у вас была дополнительная тысяча долларов к тому доходу, что вы имеете, да, вот, и более свободного, больше свободного времени, что бы вы себе полили, пожалуйста, помогать детям. Появится свобода, вот, будешь жить в кайф, путешествовать, легче станет дышать, купила бы собаку, купила бы игрушку, больше проводить время со своими доченьками, построить дом, хочу помочь родителям, дом, машина, квартира, купить квартиру, путешествовать, волонтерство, помогать родителям, отпуск, увела бы детей отдыхать, замечательно, спасибо, да, увезла бы детей отдыхать, спасибо вам за ваши мечты, сегодня у нас собралась замечательная аудитория, которая действительно чего-то хочет, ремонт, вот, смотрю, да, выучить детей, вы хотите, я просто, поэтому говорю, что если вы уже попали на этот вебинар, вы не просто так попали, то есть, ваша голова уже искала решение, вы уже начинали искать какое-то решение, чтобы прийти, да, чтобы найти какую-то другую возможность, вы уже себе решили, что, да, все, я не хочу больше так, да, уже вот эту точку сомнения, раздражения вы прошли, и вы начали что-то искать, поэтому сегодня вы здесь, и это замечательно. Итак, да, есть у вас мечты, вот, смотрите, сейчас я буду рассказывать, да, может, вся информация у вас за один раз не вложится, особенно те люди, которые у нас сегодня гости, как все начисляется, как это все происходит, это вы все сможете еще, да, на следующем обучении уже в командах это все узнать, но я хочу, чтобы вы сегодня поняли главное, что сегодня вы узнаете, как заработать на все ваши мечты, которые вы написали, вы сегодня получаете эту возможность, которая вам поможет вот это все получить, почему я говорю это с тысячной процентной уверенностью, потому что наш проект уже существует больше трех лет, и все, что вы написали, уже многие наши люди, наши партнеры получили, да, уже многие сделали ремонты в квартирах, уже многие купили машины, уже многие, да, взяли ипотеку на кредит и благодаря компании выплачивают этот кредит, уже многие путешествовали, то есть я не говорю это просто, я не беру это просто с воздуха, я не беру это просто, да, бывает так, компания, да, приходишь, там два человека зарабатывает, а все остальные просто сидят смотрят, у нас зарабатывают тысячи людей, да, от 200-300 долларов уже тысячи людей зарабатывают, уже сотни людей зарабатывают от тысячи долларов и выше, уже десятки людей зарабатывают от трех тысяч долларов и выше, Поэтому это до нашей презентации каждый день, это факты, этого не надо доказывать, это не что-то, что будет еще в будущем, это уже свершившиеся факты. Вы ничем, да мы ничем от друг друга не отличаемся, я вам дальше покажу свою историю, если будете, да, пока будут у вас сомнения, ходите просто каждый день в это время, и вы это увидите, что мы друг друга с вами абсолютно ничем не отличаемся. Просто у вас появились желания, а у нас они немножко появились раньше, мы в прошлом году, да, два года назад нашли эту возможность, а вы просто нашли ее сегодня, вчера, вот, это просто вопрос времени. Итак, я очень прошу сейчас максимальное внимание, да, все, что я буду говорить, где взять деньги на ваши мечты. Поэтому, да, сейчас информация будет такая большая, чтобы вы вникли в суть проекта, я ее максимально просто вам постараюсь все преподнести. Опять же, за один раз будет сложно все это понять, ну, постарайтесь, хорошо? Поэтому сейчас концентрация, да, именно о том, что я буду вам рассказывать. Итак, суть проекта. Арифлэйм, он разный. То есть, я думаю, что вы знаете нашу компанию, она на слуху у многих, вот, но давайте я просто вот такой пример наведу. У вас, вы, например, я думаю, что каждый где-то был, когда-то заходил в какое-то кафе и ресторан, да, вы приходите в кафе просто как потребитель. Вы можете, да, просто прийти в кафе и быть потребителем, заказать себе чашечку чая, выпить, да, или кофе, выпить, получить удовольствие и уйти. Вы просто можете быть потребителем. Второе, вы можете работать по найму, да, в этом кафе. Например, вы можете зайти, да, прийти в кафе, наняться барменом, там, или официантом, или управляющим, да, абсолютно по любой профессии вы можете быть работником этого кафе. И третий вариант, вы можете создать свое собственное кафе или ресторан, да, быть хозяином этого заведения. Вот то же самое предлагает компания Арифлэйм. Я думаю, что вот здесь такой стереотип, большинство, да, людей знают компанию просто как косметику, что многие потребляют, да, просто имеют свою дисконтную карточку и потребляют нашу продукцию, да, просто являются потребителями. Есть люди, которые зарабатывают дополнительный доход, то есть они показывают каталоги, вот, и, да, зарабатывают свою разницу. И есть бизнесмены, те люди, которые поняли суть проекта, это все мы в нашем проекте, то есть конкретно мы вам предлагаем только третью категорию, быть владельцем бизнеса, то есть стать владельцем бизнеса, быть хозяином. То есть вам, компания, вы не заботитесь абсолютно ни о чем, вы не заботитесь о производстве продукции, вы не заботитесь о доставке продукции, вы не заботитесь о, ну, вообще очень абсолютно, да, вот все, о чем заботятся люди в традиционном бизнесе, вас это не касается абсолютно, вам дается готовый, да, бизнес, готовая налаженная система, которая работает как часы. Какие ваши действия, да, чтобы эта система заработала и чтобы вы получали вот этот доход? Согласитесь со мной, что, да, косметика это очень потребляемый продукт, и если бы вы, например, захотели иметь какой-то свой бизнес, да, чем бы вы, да, ну, занимались, скажем так, вот напишите, пожалуйста, кто, может, когда-то мечтал какой-то свой бизнес, чем бы вы занимались, какими бы товарами вы бы занимались, да, вот, ну, что бы вы там продавали или производили, вот какими бы товарами, товарами, да, вы взяли себе или услугами в свой бизнес. Если кто-то об этом задумывался, пожалуйста, напишите. Так, салон красоты, клубнику выращивать, мясо, книги, косметика, оптика. Вот, сейчас, вы смотрите, вы пишете и вот это все есть. Есть три категории самых потребляемых продуктов. Это у нас продукты питания, вот там кто-то клубнику выращивать написал, да, это продукты питания, то есть без продуктов питания мы существовать не можем. Это первый продукт по необходимости. Вторые продукты по необходимости – это аптека. То есть, там кто-то оптика написал, да, то есть, это аптека. То есть, люди без лекарств никуда не смогут, да, человек заболел, есть деньги, нет денег, он пойдет и будет покупать, одалживать и тому подобное, потому что здоровье превыше всего. И третья категория – это косметические средства. Поверьте, пока люди будут каждое утро чистить зубы, мыться, мы будем зарабатывать. Вот это я хочу, чтобы вы посмотрели на этот бизнес с точки зрения бизнесмена, не с точки зрения покупателя, да, там, колбасы, там, или, да, вот, а с точки зрения бизнесмена, вы посмотрели, вы получаете, это как франшиза своего рода, да, налаженную бизнес-систему, да, у вас замечательный продукт, третий по потреблению. Без косметики, вот сейчас кризис, да, вот смотрите, лишнюю пару сапог человек не купит. Вот давайте еще такой тест сделаем. Кто последнее время покупал себе телевизор? Кто последнее время себе покупал телевизор? Так, есть у нас два человека, есть телевизоры. Так, хорошо, кто у нас покупал последнее время, ну, квартиру, квартиру кто покупал в последнее время? Так, меньше на квартиру. Хорошо, кто у нас покупал вот, например, там, месяц назад, там, ну, два месяца, две недели назад, что-то по косметике то что покупал по косметике да я думаю что вот кто написал около 900 человек косметику покупали правда то есть люди мылись моются и будут мыться вот поэтому если этот процесс нельзя и остановить его можно огла отглавить да это у нас и такое выражение нашего топ-лидера компания арифлэм тамали вы тамара полежаева вот поэтому смотрите что еще важно harry flame он разный вот компания предлагает вот пожалуйста у нас есть налаженная бизнес-система приходите и кто хотите как хотите таки работаете кто-то просто выбрал потребителем быть кто-то выбрал просто каталоги показывать да а кто-то свою строить бизнес ну опять же бизнес строят по-разному опять же например человек один хочет там да построить свой ресторан он вот так стоит ему вот такая концепция нравится второй там строит ресторан вот так 1 делает например один ресторан а второй делать сеть ресторанов. То есть, опять же, большой бизнес тоже можно строить по-разному. Вот смотрите, какая происходит вещь, что Арифлэйм, многие, кто работает старыми методами, есть много очень команд и много лидеров, которые работают разными методами. То есть, кто-то сейчас до сих пор работает, вот вы, наверное, видели промостойки, вот листовки, когда вам раздавали на улице, каталоги, когда вам раздавали, да, вот каждый как бы лидер, каждый бизнесмен, он себе выбирает свой способ работы. Вот, поэтому, чтобы вы сразу могли это отличить, что мы работаем по-другому, то есть, просто компания дает вот одну возможность, работайте как хотите, вот, но мы работаем именно в нашем проекте «Экспресс-карьера», который у нас создала Анна Черна, да, она, во-первых, запатентированная, то есть, вы имеете право пользоваться эксклюзивным запатентированным проектом. Это как, ну, можно сказать, да, вот изобретение для человечества, потому что, ну, я по-другому не могу это сказать, потому что уже, ну, тысячи людей получают деньги за очень короткое время, и это все легко, все через интернет, все, да, ну, без такого особого напряжения физического. Вот, поэтому мы работаем только через интернет, мы работаем без вложений, мы работаем без продаж. Вы получаете бесплатное обучение, обучение, совмещайте, совмещайте с воспитанием детей, пожалуйста, с своей основной работой, вот, с пенсией, там, ну, со всем, с чем вам надо, есть у вас есть 3-4 свободных часа времени, вы можете это совмещать. Как только вы отдадитесь этому делу полностью все свое время, поверьте, вы просто взлетите в финансовом плане, и в эмоциональном, и в духовном, и в плане развития тоже, конечно. Вы работаете в удобное время. Вот, поэтому, смотрите, вот уже такая фотография, да, что вы всегда возле своих детей, да, со своей семьей, вот уже вот такая бабушка вам больше нравится, правда, чем та бабушка, которая копеечки считала, правда, вот, поэтому у нас очень много действительно пенсионера, потому что здесь мы вкладываем время. Поверьте, всегда надо что-то вложить, ничего, да, деньги – это энергия. Если вы не вложите свою энергию, вы не получите денег. Вот, поэтому, понимаете, есть такое заблуждение, что если, например, вы в бизнес вложили деньги, то вы обязательно заработаете, это иллюзия, потому что, например, можно взять традиционный бизнес, вложить в традиционный бизнес деньги, да, у вас есть капитал, вы захотели иметь традиционный бизнес. Вы вложились, вот, и все, через 5 лет вы полностью обанкротились. У вас не прибыли, не те деньги, которые у вас были. И, к сожалению, 80% компаний, они, да, как бы терпят крах, они идут в банкрот, потому что просто не выживают в этой конкуренции, просто элементарно, честно говоря, не хватает знаний, как все правильно вести, потому что в традиционном бизнесе никто вас этому учить не будет. У нас мы вам все рассказываем по шагам, полностью, ну, не знаю, да, пока просто за руку вас берем и рассказываем. Главное, чтобы вы, да, это поняли, оценили этот проект, потому что это действительно, да, такой запатентованный проект, это запатентованное изобретение для человека, нашей любимой Аней Черной, которая, я не знаю, как она до этого додумалась, вот, но это просто что-то невероятное. Поэтому у вас сейчас есть абсолютно замечательная возможность начать вот такой домашний бизнес, да, у себя дома возле компьютера. Что еще, да, как у нас получаются деньги, да, откуда это берется? Наш бизнес, да, построен на личном потреблении. То есть, например, вы вот до того, как вы пришли к нам на презентацию, вы же мылись, правда, руки мыли мылом, правда, шампунью мылись, зубной пастой чистили зубы. Раньше вы это покупали в магазине или на рынке. Теперь мы это приобретаем в нашем интернет-магазине. То есть за то, что вы приобретаете продукцию в интернет-магазине в нашем компании Арифлэн, вы зарабатываете деньги. То есть все участники нашего проекта, они приобретают продукцию в нашем магазине, в интернет-магазине, и создают свою сеть тоже людей, заинтересованных в работе, да, вот, которые также пользуются нашей продукцией. Вот и все. Вот где берутся деньги. Компания, она платит за товарооборот определенный процент. То есть по сути нам платят за рекламу, то, что мы показываем, что да, пожалуйста, не идите мыться в магазин, там покупайте шампунь, приходите к нам. Вы будете, во-первых, пользоваться качественным продуктом, полностью со всеми гарантиями, со всеми сертификатами. Вот и плюс мы вам даем возможность заработать. И, скажем так, плюс то, что мы даем заработать, это самое главное. Потому что, поверьте, например, у меня сейчас доход, я вам дальше покажу, да, от 10 тысяч гривен в месяц, там, по-моему, от 41 тысячи рублей в месяц сейчас на данный момент. Скажите, ну, буду я мыться мылом Арифлэн, если я знаю, что у меня такой будет доход? Будет оно мне нравится, правда? Да я его пить готова, да, честно говоря. Ну, будет мне шампунь нравится? Да, бывает, говорят, ну, там что-то не подошло. Хорошо, вы когда в магазине покупали, вам всегда все подходило? Вы всегда, когда пришли в магазин, вот взяли бутылек, да, и вам подошло на 100%, да? Ну, редко такое бывает. Вы же пробуете, вы берете опять что-то второе, третье. Вот то же самое у нас. Вот, вы пробуете, сейчас уже не надо связываться с консультантами, вы просто через интернет-магазин себе заказали, вы сделали себе удобную доставку, вам привезли продукт, или, пожалуйста, с курьером доставка на дом, или на почту, или у нас есть пункт выдачи продукции, вы себе в коробочке все забрали, никто там не смотрел, не нюхал, не мазался этим всем, да? Это, ну, европейское качество, европейское обслуживание клиентов. Все, то есть, поверьте, тысячу наименований продукции. Если, например, ну, даже вы любите очень, там, например, туалетную воду, я вот очень, я люблю, у меня есть туалетная вода, Живанши Ангелы и Демоны, вот, люблю я ее очень. Она стоит больше 150 долларов, да, баночка 100 миллилитров. Скажите, если у меня вот такой доход в Арифлэм, я смогу себе такую туалетную воду позволить? У меня коллекция ароматов от Арифлэм, на каждый день я себе покупаю, что я хочу, ну, вот, хочется мне такой, смогу я себе позволить? Конечно, смогу. То есть, если у вас какая-то любимая марка, там, помада какая-то, да ради бога, пользуйтесь той помадой, никто же вас не будет отговаривать. Но, знаете, что когда вы покупаете здесь, да, когда вы приобретаете, вы выручку делаете себе. Ну, еще такой пример, чтобы вам было просто понять. Вот, например, у вас, нравится мне это тоже пример, магазин, Света Винокурова рассказывала, да, магазин с продуктами. У вас вот свой магазин, 24 часа, вот такие модные магазинчики сейчас. У вас там колбаса, молоко, там, ну, определенные, да, продукты питания, хлеб, вот. И вас, вы же это покупаете все по оптовой цене, да, у вас есть поставщики, ну, которых вы покупаете по оптовой цене. Скажите, пожалуйста, если вам нужен хлеб, вы будете хлеб покупать у себя или пойдете в соседнем магазине, там, с накруткой купить? Где вы будете покупать хлеб? У себя в магазине, да, который вы купили по оптовой цене, потому что же вы его много берете, да, или по оптовой цене, или у соседки. У себя, конечно же. Вот то же самое здесь. Особенно, если, да, те люди, кто к нам присоединится, уже кто сейчас уже с нами работает, всегда знаете, если вы идете, например, я это по себе просто знаю, например, у ванной, вы пришли в ванну, у вас закончилось мыло, и вы думаете, ой, что же опять это сейчас мне надо делать в Арифлайме заказ, пока я его дождусь, пока он приедет, вот, я лучше пойду в магазин, куплю это мыло, надо же чем-то руки мыть. Поэтому сразу узнайте, что если вы только пошли делать в магазин, в магазин, там, закупку, да, в супермаркете, вы выручаете тот магазин. Вы кормите чужой бизнес, но не свой. Поэтому лучше сделайте себе заказ впрок, возьмите того, в один мыло, боже, один месяц мыло возьмите в Арифлайм, на следующий месяц возьмите зубных паст, несколько штук, чтобы у вас было впрок, потому что это у всех одно и то же. Заканчивается в самый интересный момент, когда моешься, когда куда-то бежишь, и нет шампуня. Вот, ну, и у меня такое бывает, хотя я уже, говорится, в Арифлайм, вот, но, ну, как-то вот то раздарю, то родителям, а дам, то еще что-то. Ну, вот, сейчас у меня там впрок, у меня есть шампунь, и вот я себе мыло заказала, потому что у меня дети просто его выливают бесконечно. Вот. Поэтому сразу запомните, только вы идете, вот, закончилось, потому что я знаю этот момент. Вот, только закончилось мыло, если идете на базар, выручаете бабушку на базаре, выручаете кого-то другого, но не себя. Поэтому я вот человек экономный, скажу так вам, вот, поэтому жадный немного, поэтому почему я буду других выручать? Я хочу, да, если я здесь работаю, мне платит компания такие деньги, так что же мне тяжело мыло, то купить, да? Вот, поэтому вот нам платит вот этот товарооборот. Благодаря интернету мы можем создавать этот товарооборот очень быстро, потому что все люди пользуются косметикой. То есть, суть какая? Смотрите, что мы делаем? Так, откуда платят, да? Сейчас я это вам проговорила. Вот эти все таблички по деньгам, вот, вы это уже будете все получать в обучении. То есть, вы посмотрите, какой процент, какая сумма, да, от чего вы будете получать, вот, свой доход. То есть, ну, я хочу, чтобы вы просто поняли, что деньги, да, берутся от товарооборота. Компании намного выгоднее, да, заплатить большие деньги своим бизнесменам, да, чем давать рекламу, например, по телевидению. У нас есть, как бы, точечная реклама, бывает тоже, это, в принципе, очень большой плюс. Вот, ну, вы видите, что, например, в Арифлайме нету рекламы, там, постоянно, круглогодично. Да, может быть, там, перед 8 марта немножко какая-то реклама, просто как бренда. Вот, все, больше рекламы нет. А реклама на телевидении, она стоит просто бешеные деньги. Поэтому вот эти деньги за ту рекламу, которую мы делаем, нам компания отдает. Она отдает нам бешеные деньги, поверьте мне. Итак, что же мы с вами здесь делаем? А, еще как начисляются деньги? Вот еще такой момент. Тоже, Света, спасибо за слайдик. Вот, смотрите, мы открываем частное предпринимательство, чтобы вы не волновались по этому поводу, потому что, вот, если честно посмотреть, мы, если мы открываем ИП или ЧП, мы платим всего 5% от Украины, 6% Россия, и вот, ну, около, до 6% мы платим налоговую, да, в других странах СНГ. Вот, если вы работаете по найму, да, вы же знаете, есть зарплата грязная, есть зарплата чистая. С вас, ну, вот нам по Украине, насколько я знаю, мы, да, платим по найму 18%, подоходный, пенсионный и тому подобное. Просто нам так, как бы, вбивают в голову, да, что мы этого не видим. Мы это отдаем, и причем много отдаем, да, например, там, зарплата может быть 5000 гривен, а отдаешь там почти 1500 гривен. Ну, прилично отдаешь, потому что и туда, и туда, и туда. Вот, а ИП и ЧП, вы отдаёте всего 5-6% от своего дохода. И причем у нас, вы когда оформляете уже ЧП, или ИП, да, в России ИП, в Украине ЧП, вот, вы уже знаете, что у вас есть конкретный доход. То есть, например, если традиционники, те, кто работают в традиционном бизнесе, они на свой риск, они только начинают бизнес, они вкладывают в товар, они вкладывают во всё, вот, им надо ещё сделать документы в налоговой, вот, и они платят сразу налог, да, как бы, со своего пассива, со своих личных денег. когда вы уже открываете у нас, вы видите, например, что всё, у вас уже там доход, например, там 20 тысяч рублей, или там 5 тысяч гривен. Всё, вы можете спокойно открывать. Вы уже выплачиваете, как бы, да, вы платите налог уже именно с этой суммы. То есть, вы спокойны абсолютно, вы ничем не рискуете абсолютно. Всё, как открыть, это у нас есть помощь, вам компания помогает, пакет документов, да, есть вебинары даже, там, где полностью рассказывается, можно ли совмещать там с работой и предпринимательством. Всё это в законе, всё это можно делать, поэтому, там, или инвалидность у вас есть, ну, разные варианты, поэтому это всё, человек, смотрите, государству, почему Европа, Америка, они более развитые страны, потому что там больше 50% людей, которые имеют свой мелкий бизнес. Если в государстве много мелкого бизнеса, мелкого и крупного, да, ну, в принципе, больше всё-таки мелкого, потому что на крупные не все переходят, вот, то тогда государство, оно более процветающее. Почему? Потому что предприниматель платит налог в страну, предприниматель ещё создаёт рабочие места, да, если это традиционный бизнес, если это наш бизнес, мы вас обучаем, как зарабатывать тоже, опять же, мы создаём других предпринимателей, мы обучаем других предпринимателей, которые, опять же, платят деньги в государство. И государству выгодно иметь, да, большое количество предпринимателей, поэтому, и вот такой процент, скажем так, небольшой. Я вам скажу, у меня есть знакомый, опять же, в той же Германии, в Европе, там процент именно для частного предпринимательства, такого мелкого, намного больше, чем у нас. Там почти даже 20-30%, и там очень четко, там надо все до копеечки выдавать, потому что там правила пожестче, чем в наших странах. Поэтому, друзья, да, ИПА вы открываете уже четко тогда, когда вы видите, что есть уже доход. Сейчас я вам покажу, поверьте, что очень быстро этот доход у вас появляется. Не думайте, что-то там, знаете, такое, какое-то будущее далекое. Если вы активно работаете, уже через полгода вы можете спокойно оформлять ЧП и ИП, уже получать на руки хорошие нормальные деньги. И что еще важно, полгода все равно проходит. Скажите, как у вас прошло полгода до того, как вы сегодня пришли в проект? Что поменялось в вашей жизни? Скажите, вам где-то премию какую-то заплатили хотя бы 100 долларов на работе, где-то в поездку вас возили в путешествие, где-то зарплату повысили. Вот что произошло за последних полгода, за год, ничего. Вот, фиг, вот кто-то хорошо написал, ничего не происходит за полгода. Здесь вы вложите этих полгода, да, надо поработать, хорошо надо поработать. Но потом у вас все плюсуется в каждый раз, каждый месяц больше зарплата. Поездки за границу, премии, вот, ну, вот просто кто еще будет сомневаться, да, я думаю, что после моего вебинара никто сомневаться не будет. Сегодня кто даже еще не зарегистрированный, все пойдете и оформитесь, уже начнете действовать, потому что время, время, деньги. Вот, и смотрите, да, муж работу потерял, да, то есть ничего не происходит, в принципе, особенного. В нашем проекте, да, вот полгода, полгода, год вы наработаете, мне очень понравилась фраза, сейчас у меня в команде появился такой лидер стремительный, вот, и вот Катя Ермизина, она сказала, сначала надо наработать, потом заработать. То есть вот, вот, вот это основная фраза в нашем проекте, вначале надо наработать, потом заработать. То есть вот просто себе зафиксируйте ее в голове, чтобы не было так, что вот два дня вы побыли в проекте, где же мои деньги? Нет, вначале надо наработать. Если бизнесмен приходит, он открывает свой бизнес, он, во-первых, вкладывает свои деньги, он пашет, он еще 2-3 года, он просто много работает, за людей отвечает, нанимает людей, это же там нервы, это же тоже с людьми работать вживую, это же намного сложнее, чем мы работаем в интернете. Поэтому, друзья, настройтесь вначале на продуктивную, хорошую работу, потом вы увидите, как ваши доходы будут взлетать и расти, это уже факт, это уже аксиома, это уже не надо доказывать никому. Поэтому более подробно о доходах, как это начисляется, как это выводятся деньги, то есть это у нас все в правовом поле, полностью все в законе, то есть все идет на ваш расчетный счет, вы получаете в банк на расчетный счет, потом, пожалуйста, на карточку, из карточки вы снимаете. То есть я вам покажу свой скрин, так же все наши директора, это полностью все легально, все в законе. Так, вот уже все хвалятся, у кого вчера были регистрации, замечательно. Ага, так. Немножко здесь у меня картинка, наверное, будет дальше вот такая проблема. Ну, я буду озвучивать, да, потому что плохо видно. Итак, смотрите, мы делаем всего с вами три действия, три несложные действия. Первое, умываемся, чистим зубы от Арифлэм, все, и забыли. То есть, понимаете, бывает так, что люди приходят, например, думают, все, я зарегистрировался, и вот завтра на меня посыпется деньги. Нет, такого не будет, надо сразу понимать, что необходимо наработать. Второе, думают, что я вот сделал заказ, все, значит, уже на меня посыпятся деньги. Тоже не будет заказ. Это первое, да, самое, то, что самую малость, что вы можете сделать. То есть вы оформляете свой заказ, мы видим, что вы активный партнер, вам больше уделяется внимание ваших спонсоров, ваших наставников, потому что мы понимаем, что вы, да, серьезно к нам пришли. Мы тратим время свое на тех, кто хочет, потому что, ну, уговаривать кого-то на тех, кто не хочет, мы не будем, этого не делаем, потому что некогда. Да, опять же, время, деньги, вот поэтому, если вы хотите, добивайтесь, покажите, что вы активный, сделали, оформили заказ, и дальше записывайтесь на обучение. Дальше, как бы, да, тормошите своих наставников, спонсоров, чтобы они вам уделяли внимание. Это очень-очень важно. Второй шаг, да, мы высылаем, показываем возможность большому количеству людей. То есть мы рассказываем им, как зарабатывать в интернете. Просто мы даем информацию, как зарабатывать в интернете. Все, больше ничего сложного. То есть я думаю, что каждый из вас умеет приглашать друзей на своих страничках в соцсетях. Каждый из вас умеет копировать и вставлять текст. Каждый из вас умеет писать текст в сообщении, правда? Вот такие простые действия. Просто мы это делаем в большом количестве. Вот и все. Скопировали, вставили, скопировали, вставили. Вы получаете шаблоны поначалу. То есть не надо там особо ничего придумывать. Потом уже, когда вы войдете во вкус, вот там уже начинается ваше творчество, вы же там сможете сами что-то выдумывать. Поначалу вам полностью все даются инструкции, все шаблоны. Вам даются сайты для работы, обучающие сайты. Полностью все вам дается. Только берите и делайте. Вот таких простых три действия. И третье действие – это у нас обучаться. То есть первое… Да, плохо здесь картинка, но ничего. Первое действие – приобретать продукцию, пользоваться самому. Ну смотрите, вы все равно будете, если вы даже не примете наше предложение, вы все равно будете продолжать умываться, чистить зубы. Ну это потребление считается. Это не вложение, это считается потребление. Вот. Вы все равно это будете делать. Будете вы с нами или не будете вы с нами, вы все равно это будете делать. Поэтому мы просто вам предлагаем поменять магазин и пользоваться уже нашим интернет-магазином «Арифлэн». Высылать информацию заинтересованным людям, предлагать вот такую возможность. Это же, смотрите, какая миссия. Вы предлагаете людям вот такой доход, выход из положения, выход из всего такого негативного людям. Это здорово. Да, мы вот как предлагаем, посредством вот таких вебинаров, посредством писем, посредством информации на сайтах наших, на блогах, чтобы человек просто почитал и все, и ознакомился, и дальше уже принимал решение. Вот. И обучаться. То есть тоже у нас происходит обучение. Это вебинары, это у нас письма, рассылка. Опять же, я прошу очень внимания ваше к тому обучению, которое вы будете получать. Вы получаете его бесплатно. Я вам скажу, что я в интернет пришла 3 года назад, и я вначале пробовала все сама. Пока Бог меня не наградил, я не попала в наш проект, и мне пришлось 2 года самому пробами, ошибками вот все вот это делать. Первый год я просто сама обучалась, сидела, но я понимала, что вот я только что-то копну, потом я копаю дальше в интернете, я просто докапываюсь. Потом я попала в один интернет-проект, там, где надо было вкладывать деньги. Я за свое обучение заплатила больше 1000 долларов. Вы здесь получаете его бесплатно. Но я очень прошу его ценить это обучение, потому что каждое письмо, которое вы получаете, оно уже сейчас стоит больше 10 тысяч долларов. Вот когда вы начнете вот эти письма перечитывать вот с таким отношением, что это письмо приносит уже, да, вот оно стоит 1000 долларов, потому что это заплатентированный проект. Да, люди у нас, те, которые зарабатывают, они внимательно читали эти письма, они начинали делать, что там написано в этих письмах. Вот, и сейчас они уже зарабатывают очень приличные доходы. Поэтому я вас очень прошу к тому обучению, которое вам будут давать ваши наставники, относиться с большой ценностью. Потому что, знаете, как бывает, что бесплатно даешь, оно не ценится. Я вам, да, просто мы даем, у нас такая миссия в проекте, что помоги другим, заработаешь сам. Да, мы вам это все даем, вот, но необходимо иметь ценность этого всего. Многие думают, что, да, вот у нас много надо самому обучаться, да, самому читать. За вас это никто не сделает, не почитает, не посмотрит видео, мы не можем за вас это сделать физически. Поэтому внимательность, деньги любят внимательность, да, все деньги любят тишину и внимательность. Поэтому необходимо вчитываться в каждое слово. Вот такая форма обучения, да, потому что мы привыкли, что нам там или учитель нам в школе рассказывал, да, или там кто-то там, начальник с палкой стоит и говорит, вот так сделаешь, вот так сделаешь, вот так будет зарплата. Вот, да, мы привыкли, что нас кто-то заставлял постоянно обучаться. В нашем проекте нет, вы сами себе начальник, вот поэтому будьте очень внимательны к каждому письму. Поверьте, есть вот то, что вы уже получили на свою почту, вот сегодня после вебинара, пойдите, посмотрите, почитайте внимательно, что там пишется, и вы уже разберетесь, как, как, что делать, вот. Вот, поэтому вот что мы делаем, да, приглашаем друзья, высылаем информацию, ставим статус о работе и оформляем партнера в проекте. И опять все по кругу. Друзья, одно и то же. Постоянно мы делаем на самом деле одно и то же. Вы первоначально обучаетесь буквально месяц-два, вот, потом уже все, ну, больше вы только усовершенствуетесь, как профессионал, вы усовершенствуетесь, вы что-то новое узнаете, вы какие-то более эффективные методы работы в свою работу включаете. Ну, одно и то же дальше делать, ну, ничего уже проще нет, дома, в теплоте, в красоте, в уюте, с чашечкой чая, да, не надо никуда ездить, в этом транспорте и тому подобное. Ну, ничего уже проще на данный момент, пока человечество просто не придумало. Что мы еще, да, делаем, так, как проходит обучение? То есть вы получаете опытного наставника, тренера. То есть я скажу, что это тоже очень важный момент. Смотрите, в любом деле вам бесплатно, вас никто не будет обучать. Например, возьмем звезды шоу-бизнеса. У них есть продюсеры, да, продюсеры получают приличные деньги за то, что они рассказывают, раскручивают звезу, вот, и они получают приличные с этого деньги. Например, возьмем тренера олимпийского чемпиона, да, вот, он тоже все рассказывает, я провожу такие аналогии, потому что это к нам очень близко. То есть вы получаете человека, тренера, который заинтересован непосредственно в вашем доходе, потому что если вы будете зарабатывать, он тоже будет зарабатывать. Если у вас будет рост, он передаст все свои знания, да, вы тоже, он тоже будет зарабатывать. Поэтому вы получите тренера, я вам скажу, что сейчас в интернете, да, в интернет-пространстве есть, это целая индустрия, это коуч-тренера, это люди, которые обучают успеху. Они обучают в разных сферах, в разных бизнесах, вот, но я вам скажу, что это стоит очень дорого. Например, там пройти тренера того, которого хочу я, вот, просто для себя еще, да, плюс для личностного развития, вот, это стоит 2000 долларов, да, там курс буквально на 6 месяцев, чтобы пройти вот с этим тренером, который обучает, который направляет, который показывает, да, как надо мыслить, что необходимо делать, чтобы получить успех. Здесь вы получаете тренера бесплатного, вам не надо за него платить, да, но надо к нему прислушиваться в первую очередь и выполнять те рекомендации, которые он вам рекомендует. Вот, вы получаете, причем не одного наставника, а даже несколько, 3-4, у нас так построена система, что вы получаете нескольких наставников. Если, например, ваш непосредственно спонсор, он только вчера пришел, ему еще тяжело, вот, тогда вас подхватывают другие директора, вот, и вам помогают, конечно же. Поэтому, друзья, это тоже очень ценный момент, очень важная вещь, потому что, например, в традиционном бизнесе вам никто не будет рассказывать, как делать, это конкуренция. Вам никто не скажет, как лучше торговать, чтобы у вас был больше выторг, никто вам не расскажет абсолютно. А здесь мы вам все расскажем, только берите и делайте. Дальше, обучающая рассылка, видеоинструкции, школы для новичка. Все бесплатно и все онлайн, вам никуда не надо ездить, так как раньше, я раньше работала тоже в Арифландии, работала классические методы, когда мы ездили много в разные, на тренинги, на семинары, вот, сейчас. И, знаете, друзья, конечно, тоже затраты, это время, вот, да, еще когда денег особо нет, вот, это ездить, обучаться, это тоже все деньги. Вот здесь вы все получаете, ну, все получаете готовое. Просто от вас требуются ваши мечты, вот то, что мы с вами проговорили, да, ради чего вы это все будете делать. Если вам действительно надо этот ремонт в квартире, вы будете стараться, если вам он не нужен, то вы завтра уйдете от нас. Понимаете, ну, чем люди те отличаются, которые уже добились успеха и от тех, которые еще пока не добились. Вот те, кто уже сказал себе, что все, мне на 100% надоело вот так жить. Я уже хочу нормальной жизни, я хочу нормальной красивой жизни, я хочу нормальных доходов. А тем людям, пока еще кому не хватает мотивации, да, пока еще, ну, вроде муж зарабатывает, ну, вроде жить ездите, ну, вроде кушать есть что, ну, еще посижу, да, ну, опять же, или придет такой момент, что жизнь заставит, или не придет, да, человек, если человек счастлив, у него хорошая профессия, у него хорошая работа, ему платят нормальную зарплату, он счастлив в этом, ради Бога, я только порадуюсь, чем больше я буду счастливых людей, тем лучше. Но практика показывает, что многие несчастливы ни со своей работой, ни со своих доходов, ни в своих отношениях. Поэтому те сами остаются, те хопаются за эту возможность, всеми зубами и руками, как это когда-то сделала я, спрашивают, что делать, и сразу действуют. Вот и все отличие. Почему Арифлайм? Вот такую тоже наведу вам аналогию, потому что я так уже проговорилась немножко. Я в этом бизнесе подобном, вот в 23 года я попала в первую сетевую компанию. Я вот на данный момент до Арифлайм я прошла 4 сетевых компаний. Я была в разных компаниях, в новых, в старых, те, которые ориентированы только на скидку, на продукт только. В общем, есть у меня с чем сравнить. И вот когда я вернулась на этот Арифлайм, я поняла, что это классика. Вы знаете, я во своей жизни очень люблю классику. Классику в музыке, да, Моцарт, Бетховен, классику в искусстве, классику в одежде. То есть классика – это то, что это вечно, да. Это то, что уже прошло многие поколения, и оно осталось. Оно никуда не девается, оно всегда актуально. Вот то же самое и наша компания Арифлайм. Это классика. Потому что уже компания существует больше 45 лет. Компания пережила уже два серьезных кризиса. То есть, да, классика бессмертна на самом деле. Вот почему я вам вот такую аналогию показываю, чтобы вы понимали, что здесь все надежно и все стабильно. И вы здесь не будете волноваться, потому что это европейское качество отношения к людям, в первую очередь, отношения к Вселенной, отношения к человечеству. Да, здесь миссия очень, очень серьезная миссия. Не просто срубить денег, заработать и уйти с рынка. Компания уже выдержала два кризиса. Сейчас у нас вот следующий кризис, пока нам цены не подняли. У нас мыло как стоило, так оно и стоит. Вот, и мы надеемся, что будет так и дальше. По курсу доллара нам выплачиваются все премии. Дальше компания гарантирует качество в продукции. Это все полностью сертифицированные продукты. Они не тестируются на животных, тестируются только на людях-добровольцах. Это тоже, скажем так, дорогое удовольствие. Найти людей, которые тестируют эту продукцию, чтобы четко знать, что если человек этим будет пользоваться, это ему не принесет никакого вреда. Это натуральная косметика. Это экологичность в упаковках. Во всем, полностью, полностью, в каждой мелочи. Потому что компания, да, ну, как говорит, как-то я где-то фразу прочитала, что все думают, что Арифлайм наивные, но зато мы честные. Да, вот, потому что есть такие компании, звери, которые могут, да, например, в том же, в той же косметической компании, даже в больших брендах, которые продают косметику, там же половина подделок. Понимаете, вы покупаете, например, я думаю, что все уже с этим сталкивались, покупая штуалетную воду, вот, в дорогую, да, там, какую-то брендовую, вот, и ничего не слышно. Вы не понимаете, боже, купил такую дорогую воду, а запаха нет, как все равно, как за 100 гривен подушился. А какая статистика? Что 50% продукции, вот, в брендованных магазинах косметических, вот, там подделка все идет. Турецкая, китайская подделка, вы не отличите вообще, ну, никак. Вот, ну, никак не отличите. Вот, поэтому здесь вы подделок не найдете, здесь у вас будет 100% гарантия качества. Это интернет-бизнес. Компания идет, шагает в ногу со временем. Многие компании, они не заточены под интернет. То есть, например, они работают с сетевым маркетингом, да, но у них нету там интернет-магазина, они не могут провести регистрацию, оформить партнера онлайн. У нас все онлайн, все, вы видите, отчеты все, вы видите все доходы, все зарплаты, всех своих людей, всю структуру. Это все полностью подточено под интернет. Опять же, не все компании уже имеют это на данный момент. Вы можете строить бизнес в очень многих странах, да, это, ну, больше 50 странах, да, которые компания позволяет строить. Это все мы можем, опять же, делать через интернет. У нас самые красивые, самые шикарные мероприятия, это банкеты директоров, да, то есть, ну, как говорится, уметь и хорошо работать, и надо уметь и красиво отдыхать. Вот, поэтому самые красивые мероприятия, это банкеты директоров с уровня директора, это золотые конференции с уровня золотого директора. Например, в прошлом году золотая конференция 2013 в Париже, она стала лучшим мероприятием, по-моему, в Европе. Одним из лучших мероприятий вот в подобных компаниях. То есть, это все высший уровень жизни, абсолютно, ну, самый высокий уровень жизни, я бы так сказала, ну, с 100% гарантией. Что еще? Да, вот почему я выбрала компанию «Арифлэн»? Ну, скажем так, я не могу сказать, что у меня такая уже, знаете, была бедность такая, да, вот, я человек творческий, я закончила музыкальную академию, вот, и когда я уже, вот, как я вам говорила, была в 23 года, я очень мечтала путешествовать. Вот, и на тот момент, благодаря своей профессии, вот, ну, вот это единственное, за что я благодарю свою профессию, конечно, за то, что я попала в этот город, в Одессу я осталась, за то, что я нашла своего мужа, я создала семью, вот, и уже, скажем так, с Одессы я, да, нашла и наш проект. Вот, поэтому мне довелось много путешествовать. Я играла вот на Домре, вы видите фотографию, вот, и благодаря своему инструменту я, мы буквально за 2 года, мы с мужем объездили 8 стран. То есть, это европейские страны, это азиатские страны, я была в Китае, в Париже, в Германии, в Греции, в Азии, в, я скажу, Северная Корея, в Тайвань, то есть, я увидела разные культуры, понимаете, вот, когда вы попадаете за пределы своей страны, это уже называется взрыв мозга, потому что вы видите, как там живут люди, вы понимаете эту разницу, да, и люди всюду хорошие, у нас хорошие люди, и там хорошие люди, ну, вы понимаете, вы этот уровень, да, вы видите этот уровень, и вы понимаете, что вы хотите вот так жить, вы не хотите по-другому. Если другие так могут, мы жили в шикарных отелях, в 5-звездочных, в этих горнолыжные курорты, то есть, ну, там, ну, такой уровень, понимаете, вот в самых красивых ресторанах Парижа, в самых красивых ресторанах Азии, вот, ну, нас как музыкантов, нам еще там за это деньги вообще платили, то есть, у меня вот такая была мечта путешествовать, вот, и она очень быстро осуществилась, вот, я это увидела, но тогда, уже когда я вот была в поездках, я первый раз пришла в компанию Арифлайн, и мне там показали, что там тоже можно путешествовать, но, знаете, одно дело, когда путешествуешь, у тебя в кармане 100 гривен, а хочется путешествовать, чтобы в кармане было как минимум 10 тысяч гривен, правда, все со мной согласятся, когда идешь, одно дело, когда тебя как возят, там туда зашли, там покормили, вот, и другое дело, если ты хочешь сам уже туда пойти, купить какую-то картину, купить, посидеть, например, там, в Париже, возле Айфелевой башни, в каком-то кафе, выпить кофе, да, за свой счет, мне именно хотелось, да, делать это за свой счет, поэтому я увидела, что в компании Арифлайн этот может мне дать, и вот у меня это тогда засело в голове, и уже, честно говоря, я ни на какие другие специальности особо не смотрела, вот, поэтому, что дальше произошло, уже как бы вышла замуж, семья, мы купили с мужем, взяли квартиру, но квартиру мы взяли в кредит, и в кредит, да, это приличная сумма, 40 тысяч долларов мы взяли в кредит, я думаю, что Россия, Украина, вы меня поймете, что это такое, это приличная сумма денег, да, вот такая вот вам первая фотография с кредитом, да, это вот такое ярмо, вот, когда, знаете, вот 5 лет мы его платили, чуть больше 5 лет, ну, 5 лет, 5 лет кредит, и еще 2 года долги отдавали, 5 лет мы его платили, и вы знаете, это была фраза, постоянная в голове, экономия должна быть экономной, все, наверное, помнят эту фразу, да, вот, то есть, только экономия и больше ничего, все, на всем полностью экономишь, да, потому что надо платить и процент, надо платить и тело кредита, как говорится, затягиваешь кошелечек, затягиваешь поясок, вот, и, конечно, я тогда на тот момент, я работала и продавцом, я работала официанткой, то есть, мы, как бы, с мужем работы не боялись никакой, поэтому, если вы по своему существу тоже, вы не боитесь работы, вы готовы, да, ради своего счастья что-то сделать, у вас здесь очень быстро все получится, поверьте мне, вот, поэтому работали, скажу, что я пошла работать по найму, да, в тот же магазин, я очень быстро поняла, что нет, это не мое, я буду делать все, я буду делать все, 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 что возможно, чтобы работать на себя и быть свободным, потому что, вы знаете, скажите, кто было такое, что вы, например, на работе, вы отпрашиваетесь в туалет, у кого такое было? Вы где-то работали на какой-то работе, вам надо выйти, да, вы отпрашиваете своего начальника, было у кого-то, да, вот плюсики пошли, вот, вот, знаете, вот бывает, многие люди просто не задумываются, потому что у нас такой страх за наши деньги, за наши зарплаты, что мы даже не задумываемся об этом, а я когда-то посмотрела фильм, фильм был о тюрьме, и вот в этой тюрьме мужчина, там, который сидел в камере, он, надо ему было, чтобы он сходил в туалет, ему надо было проситься постоянно старшего по камере, может ли он сходить в туалет, и когда он вышел из тюрьмы, он не мог сам сходить в туалет, ему надо было, он просто не мог сам психологически, он к этому так привык за много лет, что надо было, чтобы ему кто-то сказал, что ему можно сходить в туалет, понимаете, вот, когда я вот это поняла, все, вот это был щелчок, я сказала, что я не буду не досыпать, я буду не доедать, я сделаю все, чтобы не работать по найму. Чтобы, вот картинка, видите, хозяин, хозяин вот водопровод, потом директор, ему меньше воды попадает, старший менеджер еще меньше воды попадает, менеджер еще меньше, и он работник, видите, вот такой голый, вот ему капельки с пипетки попадают, вот такие вот капелюсечки с пипетки. Да, 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 вот этот фильм. Вот. Поэтому да, вот фильм, да, можно просто посмотреть этот фильм, а можно на себя принять и подумать, не я ли в таком состоянии? Или еще унижение на работе какие-то от начальства. Но я не могу, я так люблю свободу, что вот мы все личности, и сейчас дальше покажу вам еще одну картинку хорошую нашла, когда готовилась. Как говорят, государство делает с личности гражданина, да, послушного гражданина. Вот что с нас пытались делать. Вот хорошо, что сейчас такое время, вот, что все-таки мы эти стереотипы отбрасываем, и мы по-другому мыслить начинаем, да, наше поколение, наши дети, они будут совсем другие. Мы уже покажем бизнес, мы уже покажем им возможность не просто работать по-найму, мы уже покажем им разные виды бизнеса. Потому что, пожалуйста, заработайте здесь, в Арифрайм, хотите свой салон красоты, открывайте свой салон красоты. Хотите клубнику выращивать, да, кто-то писал, пожалуйста, выращивайте клубнику. Хотите книжки писать, пишите книги. Потому что вы знаете, что каждый день у вас идет пассивный доход. Работаете вы или не работаете, у вас уже идет пассивный доход и пассивный доход его можно сейчас сколотить скажем тогда буквально за два года можете себе сделать две-три тысячи долларов и все уже дальше можете на арне работать сейчас очень важный момент понимать и вот мне очень хочется добиться до вас потому что раньше как работала арифлайм до в живую до в реале как мы говорим это тяжело это тяжело физически сейчас но такого радио такой такой легкость еще никогда не было абсолютно никогда не было это новая возможность для новых людей если вы это услышите если вы до возьмете себя в руки это сделать и вы будете так себе благодарны что вы себе не представляет поэтому вот у меня было что до был этот кредит бесконечный год и конечно да и на семье отражалась потом уже дети родились вот и надо на детей тратить деньги дамбулы секонд-хенд буду было так что там сам ходишь сапожках одних там пять лет вот и тому подобное да еще когда как бы жить есть уже где-то когда дети попадают порождается то ну конечно больше там где детям уделяешь внимание детям все покупаешь а себе опять дави на всем экономишь себя на самый последний план ставишь я сказала я не хочу так я так не хочу вот у меня муж очень хороший меня хорошо зарабатывает но тоже мужа нет муж постоянно на работе 24 часа его нет он пришел поспал три-четыре часа да и ушел опять на работу ну честно вот туда не было когда лишний раз обняться поцеловаться женщины будут девушки кто у нас есть вот скажите кто хочет чтобы муж был дома больше да кто хочет чтобы муж был больше дома находился видите вот такая проблема да потому что действительно когда мы встречались мы там и гуляли куда такой-то ходили ну можно побыть вдвоем а здесь эта работа его нет там пришел выспался нету времени ни на что абсолютно ни на что поэтому да надо брать все свои в руки но если вот женщина до кто пришел к нам вначале бы делать этот бизнес потом уже мужья к вам присоединяются это уже проверена практика проверено нами вот главное вначале не говорите что вы там что-то такого делаете что вы то про заработать миллион вы просто тихонько себе делать и когда вы выйдете уже на доход потом вы уже будете рассказывать если вы видите что будут против родственники да вот просто не говорите не говорите ничего вы же ничего ciudра не укладывайте правда вот надо в шампунь, пошли, купили шампунь, и себе сидите в интернете, кто там знает, вы же там не вложили в товар, не накупили полквартиры товара и сидите, и завтра будете его там продавать. Ничего ж не видно, что вы делаете. Сидите, типа вы игрушки, играетесь, там на форумах сидите, если знаете, да, что будут против. Вот. Если поддерживает, то тогда лучше за, потому что вот я вчера Людочку Медведеву слушала, да, как муж Люду направил. Вообще она мужу рассказала, муж ее включил, можно сказать, да, не спонсор, не директора, а муж включил, да, чтобы дальше пошел процесс и дальше пошло развитие. Вот. Это тоже большая поддержка. У нас много и есть семейного бизнеса. Вот. Мой муж уже тоже сейчас будет присоединяться, но пока я уже жду, когда уже щелкнет так по полной программе, потом он уже включится, я это знаю, потому что он у меня козерог по гороскопу, он такой карьерист. Вот. И что дальше произошло? Смотрите, и наконец-то я нашла наш проект, экспресс-карьера. Я нашла его в августе 2013 году. То есть, ну смотрите, скажу сразу, что у меня был некий опыт. Уже был опыт около сколько там, пяти-семи лет с перерывами. Да, уже у меня был опыт. Значит, что у меня получилось? Через семь с половиной месяца я открыла звонок для меня директор. Это доход от пяти тысяч гривен или двадцати двух тысяч рублей. Это вчера я по курсу вот так пересчитывала на данный момент. Вот. То есть, всего прошло семь с половиной месяца. Ну пусть у вас будет немножко больше, у кого-то меньше. Сейчас у нас рекорды. Вот сейчас у нас уже есть четыре месяца, пятнадцать процентов, два месяца, двенадцать процентов, да, люди выходят. То есть, у нас уже есть свои рекорды в нашем проекте. Дальше через пятнадцать месяцев, да, немножечко больше, чем через год, я открыла сразу два звания. Это старший директор, это золотой директор. Я помогла своим двум партнерам, да, ну скажем так, там не двум партнерам, там уже большие команды, побольше по тысячи человек тоже выйти на доход. То есть, девочки вышли на доход, они уже сейчас самостоятельные директора, вот, и мой сейчас доход составляет от десяти тысяч гривен или сорок одной тысячи рублей. За этот период я получила премии в размере две с половиной тысячи долларов. Это все по курсу доллара. Вот, вот что очень приятно по курсу доллара, да, то есть нам кризис не страшен, нам даже курс доллара не страшен. Вот. И ожидаю еще несколько, через несколько месяцев, вот еще ожидаю три с половиной тысячи долларов, да, это за уровень старшего директора и за уровень золотого директора. То есть, вот эти все звания для вас, я понимаю, что может это еще непонятно, что и как, да, ну то есть в суть вы поняли, что через семь с половиной месяца вот такой доход, 22 тысячи рублей. Ну, пусть он у вас будет через 9 месяцев, да, но он же будет, если вы будете стараться. А если вы ничего сейчас не будете делать, ничего не произойдет, пройдет шесть месяцев, пролетит, вот сейчас опять Новый год, опять лето, июнь, опять лето, уже полгода прошло, пролетит просто. Вот, поэтому обязательно, да, если сегодня уже вас Господь сюда привел, возьмите эту возможность в свои руки. Что дальше получилось? Вот мои покупки. То есть, я еще, скажите, да, ну скажем таки, не очень, аж такие крупнейшие доходы, вот, но опять же, мы выплатили все кредиты, мы рассчитались с долгами, мы еще сумели одолжить, мне моя сестра одолживала деньги на квартиру. Сейчас я уже своей сестре одолжила сумму, она купила квартиру, я одолжила ей сумму. Вот, мы купили вот такой диван себе в квартиру, потому что у нас, в принципе, хорошая, красивая квартира в новом доме, вот, но у нас был ремонт, мы как вот сделали сразу, мы там без шкафа два года жили, потому что все кредит платили, вот, там без люстр мы жили почти пять лет, вот, в этом году мы купили, наконец-то мы поставили люстры по всей квартире, купили вот такой диван, диван получился 16 тысяч гривен, вот такой диван стоит, он раскладывается, там у нас старший сын спит, вот, и получается, что, ну, в принципе, вы уже понимаете, да, что если есть уже деньги, уже можно себе что-то другое позволить, что-то большее себе позволить, вот, и моя жизнь была точно такая же, как еще может быть ваша, но это временно, поверьте мне, это временно, потому что уже скоро со всеми я буду слушать вашу историю, где вы будете рассказывать и показывать свои диваны, вот, жизнь без долгов, то есть сейчас мы можем уже больше уделить времени детям, вот старший сын у нас ходит в частную школу, мы платим за частную школу где-то около тысячи гривен, он ходит там на английский, на художку, на общеобразовательный, вот он уже сейчас за полгода он уже лучше английский знает, чем я, то есть хорошая учительница попалась, вот, ну, уже много очень чего знает, вот, дальше уже там аквапарк себе смогли позволить, потому что тоже с семьей поехать в аквапарк это около тысячи гривен, надо за один день просто отдать, вот, вот, день рождения уже детям можно, да, поинтереснее сделать, вот такие тортики я уже заказала и вот старшему, и вот младшему, буквально три дня назад был день рождения, младшему два годика, вот, вот такой тортик сейчас я вот заказывала, 420 гривен, да, вот, скажите, если бы у меня была зарплата, вот, просто по найму или, это самое, или просто детское пособие, вот, тортик за 420 гривен тебе позволит, вот, поэтому, вот такие мелочи, они приятные, и я знаю, что у вас это будет все, друзья мои, все у вас это будет и будет больше, потому что есть такие люди, что у нас очень приходят быстро, быстро растут, сейчас уже все настроено, есть конкретные методы, это работает, мы говорим, вот это так делать, это будет работать, это не будет работать, не тратьте время, все проверено, все наши лидеры, да, уже настроили эту систему вот и до, от а до я, только ваше желание, ваши мечты нужны, потому что они вам будут энергию и все, и вы, дальше, и ваши действия, вот, дальше, вот я вам показываю свой скрин, это буквально у меня получилось 9 января, вот, я не ожидала, потому что я думала, что вторую тысячу долларов я там пролетела, я там один каталог немножко не удержалась, вот, но для меня это был просто такой подарок, знаете, к Рождеству, я получаю смс-ку на телефон, что вам начислено 23 731 гривна, то есть это был мой доход 7 800, это за 3 недели, да, за 3 недели 7 800, это мой доход, и плюс 1000 долларов премия по курсу НБУ на тот момент, вот такой вот доход получился, вот сейчас мы еще заказали мебель новую, еще не успела как бы сделать фотографию, потому что, ну, мы вот ждем, вот буквально скоро должны нам привезти еще себе стол рабочий и кресло заказала, такую еще полочку для хранения для детей, вот, поэтому, друзья, да, это не то, что мы хвастаемся вам, поверьте мне, да, просто мы показываем, что это возможно, что ничего сложного нету, ничего сложного, главное захотеть, вот я вот написала, Светлана, я так хочу, вот если хочу, вот на хочу здесь все и начинается, вот если еще, смотрите, многие скажут, не верю, да, вот я вам говорю, а вам ваше сознание говорит, я не верю, вот, и такие люди будут, вот, ну, я вам скажу, что это оправдание, вот, за оправдание они платят, это отковорки, потому что, пока, если вы не верите, сомневаетесь, походите еще на вот такие вебинары каждый день в одно и то же время, то есть, это не один человек зарабатывает, и не два, то есть, если бы это было сложно очень, да, но не смогли бы так люди зарабатывать, такое количество людей каждый год, потому что это просто, это ничего сложного нету, просто надо, надо себя дисциплинировать, садиться и делать, вот и все. Так, в ожидании мероприятий, я тоже, смотрите, в прошлом году меня приглашали уже на банкет директоров, как гостя, вот, но я еще, как бы, ребенка грудью кормила, поэтому я не поехала, но в этом году я уже очень хочу, конечно, увидеть всех наших лидеров, увидеть Анечку, увидеть своих лидеров, вот, кто с Украины, вот, поэтому банкет директоров у нас будет в июне, и золотая конференция в Испанию и Валенсии, мне осталось буквально несколько каталогов еще продержаться, чтобы квалифицироваться на эту поездку, ну, на 90, скажем так, 9%, я уверена, что все получится, вот, и я побываю уже за границей, вот, но уже с нормальным кошельком, потому что это у меня была мечта, что если я уже езжу куда-то за границу, я езжу отдыхать, ну, чтобы у меня были свои, ну, как бы, в своей семье нормальные деньги, вот, поэтому вот еще такой стиль жизни нам дает компания Арифлэйм. Мои цели, то есть, мои цели обучить еще, да, я уже поняла, как работает эта система, и я хочу обучить еще большое количество людей, то есть, да, в первом уровне, моя цель на этот год, это бриллиантовый директор, это помочь в первом, да, уровне еще четырем людям выйти на уровень в тысячу долларов, но так как я обучаю не только свой первый уровень, я обучаю и своих людей, своих людей и тому подобное, да, то есть, мы сейчас проводили тренинг, за три месяца, как бы мы обучили, я вела тренинг и помогали мне мои девочки с моей команды, мы обучили больше 400 людей, то есть, мы провели вот такой тренинг по неделям, и люди дальше влились в работу, они спокойно сейчас работают, уже развиваются дальше, то есть, я не обучаю, да, ну, я понимаю, что здесь можно, да, не два, не три человека обучить, здесь можно сотни, миллионы, тысячи людей обучить зарабатывать, потому что я один раз говорю это, вот смотрите, у нас в комнате 900 человек, я одновременно обучаю 900 человек, да, я рассказываю что-то, вот, поэтому это все просто, это не надо ехать на встречу отдельно с каждым человеком, деньги тратить на транспорт и тому подобное, сидеть и каждому одно и то же рассказывать. Мы проводим встречи, мы даем информацию, мы даем письма, рассылки, все, мы обучаем сразу много людей, поэтому моя цель, как можно большего количества людей обучить зарабатывать в интернете, потому что сейчас это очень актуально, что будет через 5-10 лет, никто не знает, вот, ну, знаю точно, что через 5 лет, вот, будет, еще будет очень большой рост интернет-бизнеса, потому что сейчас только люди начинают понимать, что, да, действительно там деньги есть, вот, будет очень большой рост, и сейчас я сейчас немножко перейду, вам покажу несколько слайдов еще, вот, поверьте, что сейчас вы попадаете в такую струю, которая бывает раз в 10 лет, поэтому, если вы эту волну уловите, вы будете миллионерами следующих десятилетий, поверьте мне, я хочу работать до тех пор, пока мне не надоест, пока я чем-то другим не захочу заниматься, скажем так, я хочу еще книги писать, у меня есть еще такая цель, иметь свой дом возле моря, чтобы вот так вот ветер дул, там, бризги, вот такой приятный воздух, я себе писала какие-то книги, есть у меня уже много идей, вот, поэтому, вот, когда мне надоест уже, я себе выстрою тот пассивный доход, который я хочу, вот потом я уже и, может, и прекращу, да, я не знаю, как дальше будет, вот, дай Бог, как говорится, здоровья, мира нам, вот, а это все, все это можно сделать, да, главное, чтобы была ясная голова, чтобы был мир, и это все очень, на самом деле, несложно. Конечно, мечтаю путешествовать, мечтаю, хочу повезти детей в Диснейленд во Франции, вот, хочу купить квартиру в центре города, потому что мы живем, да, немножко далеко, здесь, в принципе, для детей хорошо все, но для мужа немножко далековато, и все-таки хочется в центре, ходить в театр с детьми, да, чтобы их больше развивать, да, есть, ну, возможности, много на разных, там, кружков, да, то, что есть именно в центре города, вот, и чтобы вот это не тратить просто время на дорогу, хочется, конечно, жить в центре, в хорошей, нормальной, в новой квартире, старый фонд я не хочу, я хочу только новый фонд, вот, поэтому вот такие мечты, конечно, много у меня еще их есть, вот, но вот такими поделюсь с вами, я думаю, что у вас они тоже такие же, как у меня, мы ничем с вами не отличаемся, все хотят нормально жить, все хотят кушать нормальную еду, все хотят путешествовать, вот, да, только теперь надо вот это хочу превратить в вашу цель, цель – это ваша мечта только с конкретными сроками, то есть, например, вы себе прописываете, что я зарабатываю тысячу долларов, например, там, если вы сегодня новичок, там, через год, да, например, там, январь, 2016 год, мой доход в месяц от тысячи долларов, вот, когда вы себе прописали эту цель, дальше вас наставники научат, как прописать выйти по нашему маркетинг-плану, ко всем нашим ступенечкам, чтобы дальше, да, вы понимали, куда вы идете, к чему вы идете, как вы идете, вот, это уже все процессы обучения, да, в нашем проекте. Немного истории, я вот сегодня еще немножко хочу так вас, да, перебросить немножко в историю, ну, люблю я эту тему, я уже ее давно прорабатывала, вот, смотрите, когда-то раньше еще, когда были купцы, да, ну, все мы книжки читали, историю читали, мультики какие-то смотрели, фильмы, что происходило, кто был богатыми людьми, то есть, надо было в то время, там, девятнадцатый век, да, родиться, если ты родился крепостным, да, работником, все, тебе уже в этой жизни больше ничего не светит, если ты родился помещиком, да, вот, да, ты тогда на волне, на тебя работают твои работники и тому подобное. Была отдельная, скажем так, нация, ну, отдельная категория людей, купцы, да, там, те, которые занимались продажами, тогда это нормально считалось, потому что люди, первоначально своих первобытный век, все на этом было построено, ты мне даешь зерно, я тебе даю молоко, у тебя корова есть, да, ты мне дала молоко, я занимаюсь зерном, я тебе даю зерно, ты там умеешь ткани привозить из других городов, давай мне ткани, я тебе буду давать чай, то есть, был обмен, потом появились деньги, начали друг друга покупать, то есть, ну, вот именно с товарами быть связанным, это нормально, это абсолютно нормально, это было, да, еще до революции, в общем, смотрите, что тогда, когда, какой был вариант в жизни, да, если ты рабочий крестьянин, все, ты уже только довольствуешься тем, что у тебя есть, у тебя нету, в принципе, в жизни такой возможности перейти на высший какой-то уровень, стать помещиком, там, или тому подобное, да, не было такой возможности, каждые 40 лет есть цикличность, вообще, в истории есть цикличность, определенно ясно, что мы развиваемся, вот, и есть, и что-то такое происходит страшное, да, какие-то изменения кардинальные, вот мы сейчас это с вами тоже наблюдаем, вот, спасибо вам за комплименты, вот, поэтому, смотрите, пришла революция, решили всех выровнять, да, тоже в этом, конечно, были свои плюсы, потому что крепостное право закрыли, ну, как бы, скосувало, да, вот, всех выровняли, но люди по своему, по своему существу, они не могут быть одинаковые, потому что кто-то на эту землю уже пришел, уже, ну, скажем так, у него был опыт уже в прошлых жизнях, ну, такая тема отдельная, да, но уже, вот кто-то же приходит, да, кто-то с талантом, кто-то умеет петь красиво, вот, Господь его наделил талантом, кто-то умеет играть, вот у меня муж, у него абсолютный слух, вот я, как бы, я хотела, я себе абсолютный слух, я себе не могу выработать, а он может, потому что ему это дано Богом, ему дано этот талант, то есть у кого-то талант красиво шить, у кого-то, вот, кому-то талант хорошо, вкусно готовить еду, да, тот и пойдет поваром, тот будет открывать свой ресторан, людям по своей возможности мы личности, мы сюда пришли развиваться на эту землю и делать добро другим людям, помогать другим людям, то есть оставить какой-то хороший след, да, вот это я уже говорю на таких более высоких категориях, более высокие люди, более высоких вибраций, потому что если люди, которые пришли убивать, заниматься насилием, это тоже их жизнь, это их, ну, скажем, сложная тема, не буду углубляться, да, но я тоже в этом очень всем разбираюсь постоянно, вот, но уже люди, которые могут творить что-то для других людей, вот это уже миссия, да, почему мы говорим, какая миссия у меня в жизни, все мы об этом задумываемся когда-то, просто миссия, да, или просто воспитать ребенка, у кого-то, да, миссия просто быть мамой, у кого-то миссия, да, просто быть хорошей женой, да, как бы, ну, помогать своему мужу, чтобы он развивался, если он помогает, да, другим людям, то есть, ну, суть какая, мы пришли на эту землю самому улучшаться, если мы улучшились, мы передаем опыт другим людям, чтобы они тоже улучшились, вот если сегодняшний вебинар, вот 900 человек, у кого-то, да, вы получите какое-то вдохновение сегодня, вы получите, что сегодня вообще я вам желаю бессонной ночи, потому что до проекта, до того, как вы сегодня с вами встретились, вы еще не знали, что вы можете все свои желания исполнять, вот, а сегодня вы уже это узнали, и вы спать спокойно не сможете, я вам это гарантирую, потому что это сама все проходило, вот, и уже отговорки какие-то здесь не пройдут, потому что там, да, как говорили, это тот, у него там родители богатые, они ему помогли, кто-то там еще, у него такая специальность, поэтому он хорошо зарабатывает. Сейчас, я сейчас вам дойду к этому моменту, сейчас все ровные, все пришли в вот этот момент, когда или ты станешь личностью, или ты просто останешься вот так вот на том уровне, который ты есть. Поэтому, смотрите, пришла революция, все выровняли, да, но все равно, как бы, народ обычный, да, получал, там, пришел, пришел потом дальше из СССР, вот, за людей все делали, за людей делили, весь доход делили, как бы, между собой, но, опять же, люди получали капельки, а все равно, вот этих 3-5% людей, государственных чиновников, они имели все благо основные. Все равно, обычные люди, все ходили, как в Советском Союзе, все в одинаковых платьях, все в одинаковые холодильники, это тоже было хорошее время, там было много чего позитивного, хорошего, да, но оно не могло так дальше продолжаться, потому что все равно человек, люди не могут быть равными по своему предназначению, потому что каждый пришел сюда развиваться. Если просто все будут инженерами, учителями, они не смогут дальше развиваться, делать что-то другое, что-то более глобальное для других людей. Вот, потом, что все видели, это уже наше поколение, я вот 81-го года, кто помладше, еще вы этого не застали, вы уже как бы пришли после 90-х, вот пришли лихие 90-е, да, разруха СССР, что тогда получилось? То есть, да, все работали на государство, государство о всех как будто бы заботилось, а потом в один момент сказала, нет, пожалуйста, делайте, что хотите, заставляет жизнь меняться, просто заставляет жизнь. Что тогда произошло? Тогда появились первые предприниматели, как вообще бизнес вообще в Украине, в России начал появляться? Появились вот эти челноки, школа выживания, да, все вот эти сумки, все, у меня мама тоже ездила пару раз, боже бедная, так намучилась, больше она и не поехала. И вспомните, пожалуйста, это время, я еще тогда, ну как, нам было там по 10 лет, вот, но я знала, что вот в музыкальной школе я ходила, все учителя с музыкальной школы пошли торговать на базар, все учителя с школы тоже пошли по возможности торговать на базар, потому что позакрывались заводы, позакрывалось все, людям не оставалось другого, ничего другого, как-то выжить надо было, поэтому быстро очень все менялось, вот вот тогда создавался первый капитал, вот были вот этот реки, очень многие, этот первый капитал, который первый бизнес, очень много людей умерли, потому что это все было так, знаете, ну любой бизнес, когда начинать, это все стихийно, это все без правил, это все, ну, ну, по, как говорят, не по правилам, да, а по понятиям, да, было, вот, поэтому тогда этот бизнес было начинать, это просто, ну, это было опасно, что это вообще не передать словами, вот, но многие решились, многие начали ездить с этими торбами, я вот когда искала вот эти фотографии, я даже нашла несколько памятников, там, где есть памятник, крапчучку везут, у нас в Украине назывались они крапчучки, вот, и, ну, сколько тогда же, это же был просто ужас был, да, но смотрите, что произошло, тогда многие были первые, это были первые предприниматели в России и Украине, еще не толком законов не было, ничего не было, вот, но кто-то выжил с этого всего, кто-то стал богатым человеком, кто-то пошел в большой бизнес, это сейчас люди, крупные бизнесмены, у которых 80% бизнеса Украина-Россия, да, там, ну, вот, наши страны бывшего Советского Союза, у кого-то, кто был более мелкий, да, предприниматель, типа, открывали свои магазинчики, подкрывали свои бутики, кто-то остался на том же уровне, просто торговать на базаре, так же остались, вот, люди себе продают, они имеют свою розницу, они довольны, они, да, полностью своих, как бы, семь семей обеспечивают, ну, смотрите, какая была закономерность, тогда пошли, кто торговать пошел на рынок, вот, кто пошел, кто помнит, учителя пошли, пошла интеллигенция, то есть, люди пошли, которые, ну, что-то думали, думали, они, они бы не постеснялись, да, на морозе стоять, что здесь, а вот, учитель был такой важный весь, тогда же учителя при Советском Союзе, и зарплата хорошая, и пенсия, и отпускные, и статус, да, все-таки ты же учитель, ты же, ну, вот, такой видный человек, вот, а, ну, вот, а здесь получается, что тогда люди рискнули, да, вот, и, конечно, что сейчас многие продолжают этим заниматься, вот, но к чему я введу, да, что в нашем бизнесе, вот, наш бизнес, он, как говорят, он для всех, но не все для нашего бизнеса, потому что здесь тоже надо быть грамотным человеком, здесь надо обучиться, этот бизнес не приветствует, скажем так, он невежественных людей, те, которые думают, что завтра здесь я просто там, сорву куш, или там, да, вот, ну, те люди, которые, скажем так, ну, не думают, не думающих люди, они не смогут здесь как-то себя проявить, ну, не смогут они просто, понимаете, поэтому, если вы еще не понимаете чего-то, вы просто обучайтесь, просто обучайтесь, так идите, идите, Анастасия, вернете сейчас, вы погромче сделайте, еще, еще недолго, вот, поэтому, друзья мои, что сейчас происходит, смотрите, сейчас новая эра предпринимателей, станьте новыми, богатыми людьми новой эры, это просто, это бизнес в интернете, вы его берете с собой, где ваш компьютер, вот, пожалуйста, сейчас такие действия в Украине, Россия, не знаю, что завтра будет, но у нас есть спокойствие, как говорят у нас в Одессе, да, я себе взяла компьютер и поехала в другой город, там, где спокойно, и там работаю, я взяла компьютер и поехала в другую страну, где есть Арифлайм, и там работаю, понимаете, да, мобильность, вот, поэтому, вот этот уровень жизни, вам не надо тягать эти сумки, все, все за вас продумано в компании, вам все привезли, вам все показали, вам полностью, только сидите в интернете, кладьте кнопочки, все, больше ничего, вам ничего не надо абсолютно такого сверхъестественного делать, ну, ничего, вот, что еще, альтернативы, вы скажете, зачем мне ваш Арифлайм, зачем ваш сетевой маркетинг, какие есть альтернативы, смотрите, если у вас есть наследство, да, или капитал у 10 тысяч долларов, пожалуйста, вы можете открывать другой, любой традиционный бизнес, или еще найти вторую, третью, четвертую работу, вопрос, когда жить, поверьте, на данный момент, альтернативы, которые не требовало бы вложений, нет, я прошла разные интернет-бизнесы, инфо-бизнес, партнерки, всюду нужны вложения, хотя бы на то, чтобы обучиться для начала, и опять же, не вариант, получится у вас дальше это или не получится, вот, поэтому, вот, альтернативы ищите сами, да, думайте сами, потому что, опять же, мы никого не заставляем, нам лучше работать с теми людьми, кто хочет, что вы можете потерять, да, подведем итог, опять же, что надо делать, личное потребление, еще раз говорю, да, выслать информацию о возможностях, обучаться, работаем без вложений, домашний бизнес, легальный бизнес, то есть, я думаю, вы меня сегодня услышали. Что вы теряете? Безысходность, раздражительность, неуверенность в завтрашнем дне, диван, да, на котором вы, вот, бывает такой отдых, да, вроде вы поработали на работе, пришли домой, и уже, типа, вот, нечем заняться, а отдых такой, знаете, что вот как будто, ну, отдыхаешь, но не отдыхается, потому что думаешь так, там у ребенка обувь порвалась, там надо то купить, там это закончилось, денег не хватает, вот такой отдых, вот, поэтому, ну, не отдыхается, да, вот, а нам так вздолбили в голову, вот ты отработала, пожалуйста, пять дней, отдыхай, да ради бога, лучше я вот этот год, я поработаю активно, я не буду отдыхать, да, там буду спать по три, по четыре часа, но я дальше буду, ну, опять же, не вовереть своему здоровью, потому что надо еще потом силы, чтобы наслаждаться своим богатством, да, своей, своей финансовой свободой, вот, главное, чтобы вам было удовольствие, как все говорят творческие люди, если вы работаете в удовольствие, это не работа, вы просто наполняетесь от своей работы, вот, смотрите, я сегодня легла спать в 6 утра, это заметно, что я вот сегодня легла спать в 6 утра, ну, думаю, что, наверное, не очень, я тогда себя на камеру не вижу, вот, не очень заметно, потому что я когда вот это делала, мне очень хотелось вам это показать, свои мысли, вот, конечно, ну, я не каждый день в 6 утра ложусь спать, я тоже контролирую, ну, когда бывает надо, вот, вы теряете диван, на котором надо лежать, ничего не делать. Вы теряете телевизор, вот эти бессмысленные сериалы другой жизни, бессмысленную болтовню теряете с знакомыми, скандалы, унижения. Если вы готовы вот это все потерять, тогда, пожалуйста, заполняйте анкетку, если вы еще не в нашем проекте. Да, вы получаете, кстати, финансовую свободу, вы получаете нормальную жизнь, счастливую семью, потому что, как говорится, если есть деньги в семье, конечно, меньше скандалов, меньше всего остального. И здесь вы еще развиваетесь как личность. Личность, то есть мы здесь не только вам говорим там деньги, деньги, деньги. Вот здесь очень много вы найдете друзей, единомышленников, вот много получите информации по личностному развитию, по тем же отношениям в семье. Вот я тоже, ну вот эти темы я постоянно в своей команде рассказываю, потому что это все взаимосвязано. Если будет счастье в семье, тогда вам и деньги нужны будут. Если будут деньги, да, будет и здоровье. То есть это все связано между собой. Вот, поэтому что сейчас необходимо сделать в первую очередь? Если вы еще не заполнили анкетку, идите в это письмо, где вы получили ссылку на вот этот вебинар. Заполняйте анкету. То есть вы попадаете в наш проект, дальше с вами связывается ваш наставник. Постарайтесь оформить заказ в первых там, ну первую неделю, посмотрите, что у вас закончилось, постарайтесь оформить заказ, чтобы вы сразу показали, что вы готовы активно работать. Пока сделали заказ, дальше идите к спонсору, наставнику, пусть он вас записывает на обучение. Там у нас есть для тех людей, кто уже оформил заказ, которых мы видим, что они уже готовы. У нас есть специальное обучение для таких людей. Вот, это еще плюс другие разные инструменты, видеоролики, инструкции. И вот бонус, вы вот еще получаете вот такой сайт. Это рабочий сайт, который стоит много денег, который вы получаете бесплатно. То есть это такой инструмент, который вы просто выслали ссылочку на этот сайт, уже у вас будет ваша ссылка, и люди регистрируются уже к вам. Они почитали вот эту информацию, там уже все прописано. Все нашей Анечкой прописано, продумано, каждое слово, каждая буква, каждая цифра. Все прописано. Там море с этого сайта идет регистрации. Просто вам уже надо создать такой поток, чтобы у вас каждый день шли регистрации, да, люди, которые желали зарабатывать в нашем проекте, желали зарабатывать. Потому что в нашем проекте люди, которые зарабатывают, они с нами. Не желали там, да, продукция, покупка, это на втором плане. Вы купили сегодня что-то, да, там, и забыли. И дальше вы уже просто предлагаете вот такую возможность. Опять пришел новый месяц, и вы что-то опять приобрели, посмотрели, что у вас закончилось, и забыли. То есть мы не будем вам здесь лекции проводить о продукции, рассказывать там очень долго и нудно. Вот, нет, мы учим вас зарабатывать деньги. И мы это говорим стопроцентной уверенностью, да, что если вы сегодня, с сегодняшнего дня будете выполнять все эти рекомендации, которые мы вам говорим, через полгода, через год вы уже будете рассказывать вот такую историю и показывать свои доходы. Я вам просто это говорите и гарантирую стопроцентную уверенность. Поэтому обращайтесь к своим спонсорам, найдите это письмо, где вы получили ссылку на этот вебинар. Вот, если там есть зарегистрироваться, зарегистрируйтесь. И, опять же, не ждите, у меня секрет, не скажу. Вот, скажем, уже вам ваши наставники расскажут, потому что сейчас если буду говорить, будете пугаться. Вот, сколько должно быть, сколько по цифрам, вот это вы все уже привыкнете со временем в работе. То есть, да, начинаем с маленького и потом увеличиваемся, да, чтобы это было все быстрее. Вот, поэтому, друзья мои, обращайтесь к этому человеку, не ждите, что вас будут, вас будут там, ну как-то, мы же вас не можем сказать, придите сюда и мы вас будем обучать. Вам раз написали на почту, вам предложили вот-вот-вот, делайте это, 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 почитали внимательно каждое слово. Вот, вам второй раз написали, больше вам уже писать не будут, потому что мы пишем тем, кто интересуется, да. Не ждите, что вас кто-то будет трусить, как начальник там с палкой вас кто-то будет гонять. Нет, у нас такого нет, у нас все добровольно. Хотите работать, мы вам показываем, мы вам помогаем, мы вам рассказываем, мы проводим для ваших людей обучение, мы проводим вот такие вебинары для ваших людей, приглашайте их, мы все за вас расскажем, пока вы наберетесь уверенности, пока вы станете профессионалом, вот и все, и тогда мы с вами уже встретимся на банкете директоров, на золотых конференциях, будем с вами обниматься и целоваться, поэтому, друзья, я вам желаю уверенности в себе, в первую очередь, поверьте, что вы пришли на эту землю получить самое лучшее от жизни, и как только вы настроитесь, потому что все мысли материальные, думаю, что вы это сами знаете, как вы настроитесь, так это и будет, если вы выберете хорошую, достаточную жизнь, она у вас будет, если вы выберете то, что у вас было, оно тоже у вас будет, оно никуда от вас не денется, поэтому я вас благодарю за внимание, вот желаю вам успехов, желаю вам быстрого роста, вот уверенности в себе, каждый день, я еще провожу когда тренинг своим людям, каждый день у нас есть такое занятие, 5 похвал себе, каждый день похвалите себя за что-то, что вы сегодня сделали, за какой-то небольшой шажок, вот вы пришли сегодня на этот вебинар, отдали вот мне 1 час 34, похвалите себя за то, что вы это сделали, вы прослушали, вы напряглись, потому что я знаю, что такое, вы это сделали, похвалите себя за это, похвалите себя, что вы сегодня борщ приготовили, похвалите себя, что вы сегодня поубирали, потому что мы это делаем каждый день, бывает, что даже никто хорошего слова не скажет, не похвалит себя, поэтому вы достойны всего самого лучшего, всех бриллиантов, золота, не знаю, всего самого красивого в этой жизни, вот, все, друзья, с уважением к вам, Ирина Брыкаева, очень рада была для вас выступать, вот, надеюсь, что кто-то сегодня проснулся, может, да, и желаю вам сегодня бессонной ночи, думайте о своих мечтах, и знайте, что у вас уже есть эта возможность, благодаря которой вы можете все реализовать, все, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...